Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, которое касается каждого человека вне зависимости от его желаний слушать, знать, понимать эту важнейшую информацию, эту правду. Пора бы и вам, кто не задумывался об этом или гнал эту мысль от себя, всё-таки задуматься хотя бы раз. Итак, сейчас вы услышите факты того, что мобильная связь, сотовая связь и вообще любые ВЧ или СВЧ-излучения однозначно, без всяких вариантов, вызывают рано или поздно онкологию. И, конечно же, другие болезни, безусловно, которые в последние годы всё только молодеют и молодеют. Вы услышите нормативы пользования сотовыми и виды воздействия. Итак, это перед вами вначале будет моё вступление. Затем я покажу вам два сюжета, две передачи моего коллеги Тюняева. Ну а потом в заключении я расскажу вам выходы различные из данной ситуации, что же нам в сложившихся обстоятельствах делать, как быть. Да смотрите это видео полностью, от этого зависит ваша жизнь, ваших знакомых, близких, друзей, всех нас. Ну а теперь моё вступление, что же вы услышите из этих двух видео. А вот что. Вы поймёте, что сейчас происходит в мире вообще, в этой области. Узнаете про так называемые нормы облучения, ещё по данным аж 1974 года. И по современным нормативам. Вы узнаете, что же от нас скрывают, и что так важно нам всем знать, чтобы понимать, что делать, как действовать дальше. Вы узнаете, как работает сотовая связь, услышите перечисление всех параметров и влияний на клетку, на ДНК от этих ВЧС-ВЧ излучений. А это абсолютно научно доказано уже и давно. Как влияет сотовая связь и Wi-Fi на разрушение иммунитета человека. А вы слышали о том, что давно уже есть стандарты, они разработаны. А также о том, что есть подтасовки этих стандартов. То есть их изменили. Где допустимые нормы излучения увеличили до тысяч раз. Это просто геноцид. Это предательство элит по отношению к своим народам. А вы, защитники так называемого прогресса, которые жаждут уже того момента, когда им в одно место вживят чип, вы посмотрите это видео целиком перед своими протестами. И только тогда пробуйте протестовать, но только аргументированно, по-человечески. Защитникам и фанатикам электронного мира скажу следующее. Не нужно пока мучиться и умничать раньше времени. Не посмотрев данное видео, не изучив ту информацию, которая в нем представлена, все ваши выпендривания будут глупы и низки, недостойны звания человека разумного. Ну а кто же и после просмотра будет радоваться наступающему 5G, то скажу, что вы просто дебилы. По-другому вас таких людей не назвать. Ну а все остальные из данного видео также узнают и о том, как эволюционировала сотовая связь за последние годы. Узнаете, что такое плотность поля и потока. Узнаете обо всех последствиях этого. Еще на несколько секунд вернусь к любимым малолетним прогрессивным либералам, молющимся на Америку. Вот послушайте из этого видео, да-да, своих американских любимых исследователей, даже чиновников. Не все ведь и в Америке одинаковы. И не все в Америке умом тронулись, как вы. Вы услышите обширный список перечисления специальностей, должностей тех специалистов, которые заявляют ответственно, даже под угрозой увольнения и лишения их жизни о том, что идет геноцид. Конечно, на рак и другие болезни влияют и другие факторы, их много факторов влияния. И в моих лекциях на моем канале я обо всем об этом говорил, вот о всем о том, о чем вы только можете представить и заявить. Поэтому не заявляйте. Например, мою видео «Связь рака и сахара» или «Девять причин болезней». Но сейчас о другом. О том, с чем нам ни сообща не справиться. И, кстати, воздействия бывают не только термические, а еще и нетермические, различные модуляции, резонансы. Вот ведь о чем речь. А не только о примитивном тепловом воздействии, на чем зациклены защитники Wi-Fi 5G от физики и смежных различных наук радиофизики там и так далее, некоторые. Ну и в самом конце видео вы услышите про реальную защиту, реальные виды защит, как персональную, так и коллективную. Начинаем сюжеты. Слушайте внимательно. Электромагнитный смог. Для меня было открытием то, что сотовые работают именно на СВЧ-волнах, то есть сверхвысоких частотах, тех самых, которыми можно запечь в микроволновой печи курочку. И человек, находясь в перекрестном СВЧ-облучении, фактически находится, как и эта курица, в печи. И нашим клеткам нужно совсем немного, чтобы начались необратимые изменения. Здравый смысл говорит, что этот вредный фактор должен строго нормироваться. Есть предельно допустимые нормы, но источников излучения становится все больше с каждым годом. А контроля над этим техногенным апокалипсисом все меньше. Подробно об этом механизме воздействия рассказала начальник биофизического радиобиологического подразделения РФЯЦ в НИЭФ, доктор биологических и кандидат технических наук, профессор Лобкаева Евгения Петровна. В самых разных сочетаниях эта модуляция высокочастотного сигнала воздействует на организм и создает наведенный резонанс. И в каждом отдельном случае является как бы выстрелом то в один, то в другой орган. Эта наведенная частота воздействует на межклеточный обмен, что в итоге сочетается с термическим нагревом и приводит к поражению различных органов и тканей. Пораженные ткани становятся потенциальными очагами для развития онкологии. Вот это и пытался донести до населения Онищенко. Продолжайте просмотр, смотрите внимательно, смотрите до самого конца. В Питере убили 160 тысяч детей. У беременных женщин погибло 160 тысяч нерожденных детей. Женщины были здоровы, отцы детей были здоровы. Причина – облучение сотовой связью. В Америке Конгресс рассматривает БИЛ-637. Исследует связь. Вывод. У детей рост онкологии от мобильной связи. В Швейцарии доктор Шайнер озвучил выводы доктора Карлу. Компании замалчивают о результатах исследований, вывод которых мобильная связь приводит к онкологии. 2012 год. Глава Роспотребнадзора доктор наук Геннадий Онищенко подписал методические рекомендации, вывод которых мобильная связь приводит к онкологии у детей. 2018 год. Экспертный совет Комитета по социальной политике опубликовал доклад о ситуации с мобильной связью, вывод которого – старение населения, рост онкологии. 2019 год. Конференция специалистов по гигиене и радиобиологии, вывод которого – мобильная связь приводит к онкологии. Вам мало? Родители, покупая телефон детям, вы наносите вред здоровью своего ребенка. Не совершайте преступления. Расплата уже наступает. Страна вымирает. Мы должны остановить беспредел. Все должны знать – мобильная связь приводит к онкологии. Общую напряженность электромагнитного смога можно измерять дома разнообразными приборами по фиксации электромагнитного излучения. Поднесите прибор к лампочке или батарее отопления и увидите, что цифры побежали вверх. Как-то я стоял на станции метро и наблюдал, как прыгает шкала с цифрами, превышающими нормы облучения. И это значит, где бы мы ни находились, мы периодически, но перманентно погружены в электромагнитный смог, и наши клетки жарят СВЧ-излучение. Посмотрите на окружающих вас людей, особенно понаблюдайте за детьми, они прилипли к гаджетам. Многие не понаслышке знают, какая возникает психологическая к ним зависимость, доходящая до нервных срывов. Вот простой эксперимент. Я накрываю рукой телефон, и мы видим, как цифры на измерителе падают. А это значит, что человек поглощает всю излучаемую энергию, как губка воду. Несмотря на то, что в сфере контроля над вредными излучениями царит какое-то нездоровое равнодушие, есть специалисты и эксперты, которые бьют тревогу. В Совете Федерации проходят слушания на тему электромагнитной безопасности, где рекомендуется правительству принять концепцию по защите человека от новых угроз современности. С помощью лоббистов и коррумпированных чиновников были приняты федеральные законы, запрещающие в некоторых случаях говорить о вреде для здоровья электромагнитного излучения от вышек сотовой связи. Я Шерон Голберг, врач-терапевт. Я являюсь практикующим врачом уже 21 год и специализируюсь в медицине внутренних органов. Я занимаюсь клиническими исследованиями и преподаю. Я специалист по малому бизнесу и имею сертификат от Microsoft. Я принимал участие в разработке кабельной системы для шлюзовых отсеков космической станции. Я отвечал за анализ электромагнитных помех и электромагнитной совместимости. Я профессор в департаменте эпидемиологии, биостатистики и производственной гигиены, где я преподаю токсикологию и воздействие электромагнитного излучения. Меня зовут Дафна Таховер. Я основатель организации «Мы – живое свидетельство». Наша организация представляет множество взрослых и детей, пострадавших от излучения беспроводных технологий. В данный момент продвигается пара ложных теорий, и я хочу разоблачить их прямо здесь и сейчас. Научные данные о воздействии беспроводных технологий на здоровье совершенно однозначны. Споры всегда сводятся к определению приемлемого уровня излучения. Вот чем это на самом деле является. Это излучение. Беспроводное излучение влияет на живые организмы. Точка. Я доктор Энджи Колбек. Я рецензировала исследования, демонстрирующие влияние беспроводного излучения на здоровье. Есть тысячи исследований, доказывающих следующие неблагоприятные воздействия излучения беспроводных технологий. Это рак, оксидативные повреждения, повреждения и разрушения ДНК, потеря памяти, головокружение, беспокойство, спутанность сознания, головная боль, кровотечение, когнитивные нарушения, изнеможения. Есть данные о повреждениях ДНК и о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности, снижение концентрации и реакции, вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности. Нарушение иммунной функции, изменение уровня протеинов стресса, влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения доказывающих влияние излучения на сперму. Еще в 2012 году главный санитарный врач Онищенко выпустил методические указания и рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы как-то оградить население от вымирания. Сегодня уже хорошо изучено, что происходит с человеком на определенных уровнях электромагнитного воздействия. Давайте вкратце рассмотрим известную таблицу Минина, утвержденную еще в 1974 году. В левой колонке плотность потока в микроваттах на квадратный сантиметр. 600 микроватт – это болевые ощущения в период облучения. Человека просто поджаривают заживо, отсюда и боль. При облучении в три раза меньше – угнетение окислительно-восстановительных процессов. В таком состоянии человек находится в угасающем состоянии, и оно становится все хуже. При 100 артериальное давление скачет, развивается устойчивая гипотония. Даже при 40 ощущается тепло при облучении. Всего лишь при 20 идет стимуляция окислительно-восстановительных процессов ткани, что тоже ни к чему хорошему не приведет. При 10 микроваттах развивается нейроастенический синдром. И даже после 15-минутного облучения – изменение биоэлектрической активности головного мозга. И вот далее опускаемся – 8, 6, 4, от 3 до 4, от 2. Все это сильно действует на сердце, на нервную систему и на разбалансировку артериального давления. То есть при даже самом незначительном облучении в теле и, как следствие, психике человека идут деградационные процессы. И без такого тотального поджаривания цивилизация жила еще каких-то 100 лет назад, а еще до этого она пользовалась постоянным током, который вот совсем не фонит в пространстве. Сегодня в мире уже доказана вина электромагнитного излучения возникновения лейкозов у детей, опухолей головного мозга, менингиомы, глиомы. Еще несколько десятков лет назад не было такой массовой онкологии у населения. Ну и что же изменилось? Плохая еда, много сидим, плохо думаем. Да, конечно, но и в 19-м, и в 20-м веке, в эпоху индустриализации, экология не была так уж идеальна. Можно привести массу доказательств этому. Но сегодня мы неизбежно приходим к факту катастрофического электромагнитного загрязнения планеты. И тут мы даже не заикаемся, что есть технологии программирования ДНК, торсионные и волновая генетика, которая может переноситься этим электронным смогом, а просто говорим о том, что наши клетки тупо поджариваются из-за игнорирования санитарных норм. Как известно, существует четыре разновидности вредных для здоровья человека электромагнитных полей. Радиочастотное излучение, магнитные поля, грязное электричество и электрическое поле. Каждый человек на Земле находится под влиянием электромагнитных излучений. Сколько мы получаем в день? Это не только ваш телефон. Это и другие телефоны, беспроводные сети, умные датчики, мобильные вышки. Все это складывается, как слои в сэндвиче. Представленные данные получены из научных работ, результатов исследований или стандартов. В начале шкалы излучения находится так называемая плотность мощности или сила сигнала. Это минимум для работы мобильного телефона. Было установлено, что она составляет 2 миллиардных микроватта на квадратный сантиметр. Сосновые иглы преждевременно увядают на уровне 27 миллионных. При кратковременном воздействии в 0,05 дети от 8 до 17 лет испытывали головную боль, раздражительность, снижение внимания и поведенческие проблемы. 0,1 — это опасный уровень по стандартам строительной науки. Уровень в единицу приводит к повреждениям ДНК в сперме и снижению жизнеспособности в пробирке. Также на уровне единица возможны следующие проявления. Головная боль, головокружение, усталость, бессонница, боли в груди, затрудненное дыхание и несварение. На уровне 2,5 меняется метаболизм кальция в клетках сердца. На уровне 4 — изменения в гиппокампе, затрагивающей память и обучаемость. На уровне 6 — повреждения ДНК в клетках. А где на этой шкале находятся умные счетчики? Институт исследования электричества замерил в декабре 2010 года излучение от одного умного счетчика, и оно составило 7,93 микроватта на квадратный сантиметр. Мы получили уровень излучения от одного счетчика на уровне 8 целых. Это данные на расстоянии в полуметре от счетчика. Но детская кроватка может стоять по другую сторону от стены, где установлен один или несколько счетчиков. Несмотря на то, что все эти негативные проявления наблюдаются на уровне гораздо ниже, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге стандартом является 9,5. А в Китае, Польше и России — 10 целых. На этом уровне возможны поведенческие изменения, а через полчаса воздействия появляется рефлекс избегания. В помещении с 12 счетчиками, что является обычным и даже слишком малым для жилого дома, уровень излучения составляет 19,8 микроватт на квадратный сантиметр. Это в сотни раз выше, чем уровни, где налицо негативные проявления. Так почему же у нас коммунальщики и правительства пытаются насильно внедрить везде эти счетчики? Вот почему. В Канаде, США и некоторых других развитых странах безопасным считается уровень от 600 до 1000 микроватт на квадратный сантиметр. Этот так называемый безопасный уровень в десятки тысяч раз выше, чем тот уровень, который вызывает вред для здоровья в соответствии с рецензируемыми научными данными. В США нет постоянного кризиса, как у нас, и поэтому они преуспели в исследовании болезнетворного воздействия электронного смога, излучаемого вышками и электронными гаджетами. И на результаты исследований этих неравнодушных к судьбе человечества ученых можно положиться. Люди в разных странах от невозможности хоть как-то достучаться до чиновников, ломают оборудование, поджигают и даже обрушивают вышки. Но техногенная цивилизация сильнее отдельных людей, и уже очень скоро на месте разрушенной выстраиваются новые сооружения, но уже гораздо более прочные и защищенные от вандализма. Ну и вот, ура! К нам пришел новый, более совершенный вид связи – 5G. Прогресс не топчется на месте, цифровые данные нужно с каждым днем передавать все больше и все точнее. Тогда устройства смогут сообщаться не только с вышками в любой точке, но и сами с собой и решать, так сказать, внутренние проблемы и обсчеты, что снимет нагрузку с базовых станций. Говорят, будут автобусы без водителей ездить, и станут возможными многие невиданные чудеса техники, немыслимые еще совсем недавно. Давайте посмотрим, как эволюционировала связь за последние годы. 2G использовала от 900 до 1800 МГц. 3G – это уже 2,1 ГГц, 4G – 2,6 ГГц. Надо заметить, что микроволновая печь работает на частоте 2450 МГц, то есть 2,4 ГГц. И Мегатрон в открытом состоянии представляет из себя опасное устройство. А в военной модификации – опасные виды оружия. И вот 5G – это частоты СВЧ порядка 4-5 ГГц. Что называется, ставь мощность побольше и уже сверли в дереве дырки. А как же человек будет себя чувствовать в такой высокочастотной среде? Плотность поля станет еще выше, зона покрытия плотнее. Логика подсказывает, что воздействие станет еще жестче, последствия – катастрофичнее. Во Франции уже принят закон, запрещающий школьникам пользоваться гаджетами в школе. Валентина Матвиенко пробивает аналогичный закон в России. Эксперты Совета Федерации осветили проблему и предложили принять закон по защите населения от электромагнитных полей. Ученые стараются убедить чиновников издать нужные людям законы. А пойдут ли законодатели на какие-то конкретные шаги, практика показывает, что это маловероятно. Просто потому, что надо еще разобраться, кто имеет право издавать законы на территории России, и могут ли воздействовать чиновники на эти процессы. Итак, выделено три основных волновых воздействия на биообъект. Первое – термическое, хорошо изучено и нормировано. При тепловом воздействии организм приобретает массу разнообразных специфических болезней. Доля от всех болезней от нанесения такого вреда организму – порядка 40-60%. Второе – нетепловое воздействие, возникающее при модуляции несущей частоты. Для простоты понимания это инфразвук, голос, песня, интершум, картинка и прочие цифровые сигналы. Выглядит это так. Этот высокочастотный сигнал, промодулированный низкой частотой, является основной причиной возникновения болезни. Он является ускорителем процесса заболевания. Как и миллионы гаджетов, в России закупается ежегодно более 100 миллионов телефонов. Не говоря уже, так сказать, о компьютерах, о телевизорах, о СВЧ-печках, которые наиболее опасны, наверное, из этого набора. Ежегодно закупаемый создает страшный электромагнитный фон. Ученые, исследователи спорят, санпиновцы, во сколько над Москвой он отличается от реликтового. Ну, кто-то говорит, я не буду вас задавать вопрос, кто-то говорит в 100 тысяч раз, кто-то говорит в 200 тысяч раз. В 100 тысяч раз, не на 100%, не на 200, а в 100 тысяч раз. Что это такое? Это вот все, что человечество накопило, прежде всего СВЧ-печки, военные технологии. А последние десятилетия, десятилетия как минимум, это вышки, которые стоят и облучают нас каждодневно и каждочасно. Так что же делать? Как защитить себя и своих близких, хотя бы в реалиях нынешних? Что требуется сделать? Использовать биологическую защиту. Нейтроник – одно из самых эффективных средств защиты от излучения. Нейтроник до 80% уменьшает воздействие гаджетов. Нейтроник уменьшает напряженность электромагнитного поля. Нейтроник снимает магнитную нагрузку с организма человека. Нейтроник до 80% снижает воздействие на нервную систему. Нейтроник снижает воздействие на кровотворную систему. Требуется использовать принцип необходимости и достаточности. Wi-Fi убрать из квартиры домов. Использовать оптоволокно. На ночь выключать все радиоэлектрические источники. По исследованиям разработчиков нейтроника, безопасно детям до 8 лет 20 минут только телевизор с защитой нейтроника. Детям до 12 лет 30 минут телевизор плюс 15 минут гаджет с защитой нейтроника. До 18 лет 30 минут телевизор, 45 минут гаджет с защитой нейтроника. Старше 18 лет 1 час телевизор, полтора часа гаджет с защитой нейтроника. Допустимо на производстве 6 часов работы с 15-минутными перерывами каждый час с защитой нейтроника. Нейтроник устанавливается на смартфон, планшет, роутер, микроволновую печь, экран компьютера, экран телевизора. Нейтроник сделает гаджеты безопасными при соблюдении времени использования. Сохраните здоровье своих детей. Будьте благоразумны. Ну что ж, дорогие товарищи, разумные люди все и так уже поняли и понимали раньше из моих видео. Но есть и рьяные, и ретивые, есть те, у кого разум и сознание отключаются, когда они слышат о какой-то рекламе. Я вам скажу так, да, это реклама. Но рекламы бывают разные, и это реклама правды, реклама истины. Да, это продажа, но это продажа реальной защиты. Вы еще не поняли и спросите, в чем же она эта защита? Перед этим я вам вот что скажу. Лучше бы мы это не продавали, лучше бы этого всего не было. У меня есть на чем израбатывать, и это небольшой процент от общего заработка, дело не в этом. Лучше бы не было этой всей гадости, без которой мы прекрасно жили и можем прожить дальше. Интернет нужен, но нужен проводной, и тогда нет вреда, ну кроме излучения монитора. Но это, конечно, в разы меньше, чем электромагнитные источники, исходящие из различных источников, тем более мощных источников ретрансляторов, вышек сотовой связи, проклятых вай-фай, когда до 30-40 точек можно насчитать в квартирах, где живут люди, от соседей то, что воздействует. Пользуйтесь проводным интернетом, не тыкайтесь в смартфонах, должен быть телефон, чтобы позвонить, и все. Я работаю очень много в интернете, вынужден, у меня бизнеса с этим связана, но я работаю только на компьютере. И у меня есть кнопочный телефон, простой, мобильный, по которому я только могу позвонить, быстро дать какие-то задания, распоряжения, спросить там, выяснить и так далее. Вот для чего нужен телефон. Возвращаюсь к нейтроникам. Что такое нейтроники? Это такие микроантенны трехслойные, которые убирают резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, от источников вот этих ВЧС-ВЧ-излучений. До 600 раз уменьшают это разрушительное воздействие на клетку, на ДНК. Да, скажу вам, конечно, сразу, что нейтроники не защитят от вот этих мощных источников излучения ретрансляторов сотовых выше, которые понатыкали эти сволочи чуть ли не на каждом доме и школе, и на каждом шагу. Это, конечно, не защита от этих десятков точек Wi-Fi. На это как раз существует защита. Другая. Это антенна, вот она перед вами на ваших экранах, которую Тюняек со своими коллегами-физиками создал примерно около года назад. Эта антенна в радиусе 14 метров убирает резонансный разрушительный воздействие уже вот от мощных источников излучения. Как раз сотовых вышек, Wi-Fi и так далее. Зайдите на наш сайт nadgard.ru. В левой колонке есть раздел против излучения нейтроники. Нажмите, попадете в раздел. Посмотрите две модели нейтроников, вот этих наклеек микроантенн. Почитайте, на какие устройства, излучатели, на какие приборы клеится та и другая модель. Посчитайте количество этих приборов, этих устройств у вас в доме, в квартире, у членов семьи. Купите необходимое количество нейтроников. Наклейте на эти приборы-излучатели. И вы, по крайней мере, будете защищены от индивидуальных, персональных источников воздействия ВЧС-ВЧ-излучений и электромагнитных полей. Но антенны, у кого, конечно, такая возможность приобрести будет, это, конечно, очень важная защита от мощных источников излучения. И на дом, на квартиру, как правило, одной такой антенны хватает, по крайней мере, 14 метров. Во все стороны защиты, вот посчитайте, в длину это, по сути, от центра здания, помещения, это 28 метров. Расчеты просты и понятны. Кто-то будет, конечно, и теперь протестовать. И то, что продаем, и то, что все это ерунда. 20 лет уже существует, выпускаются нейтроники. Ни одна, хочу грубыми словами сказать не буду, не смогла доказать, что это не работает, это не действует. Более того, напротив, 46 научно-исследовательских институтов полностью доказали работу этих микроантенн-нейтроников. В брошюре, которая будет дана под этим видео, в электронном виде, вы сможете увидеть все исследования и испытания, абсолютные, полные, доказательные. Будет много ссылок под этим видео. Теперь пару слов еще по поводу проводной связи. Я сам коренной москвич. С 99-го года я проживал в Подмосковье, в своем доме переехал из Москвы. А уже как 6 лет живу в Псковской области. Там нет даже 4G, там есть 3G. Но мы смогли от нее, от этой связи, сделать и развести в каждый дом строение себе, своим сотрудникам, проводную, качественную интернет-связь. Поэтому, кто говорит, что это все сложно, невозможно, все это глупости. Вот послушайте маленький сюжет из моего другого видео, как это я воплотил в жизнь у себя в хозяйстве в Псковской области. У нас здесь 3G. Несколько лет назад поставили антенну, сейчас ее на алюминиевую большую заменили. Оттуда идет провод в роутер. В роутере отключен, разумеется, проклятый Wi-Fi. Оттуда идет провод в свитч. И свитч идет за 100 метров в другой дом, вот где я сейчас записываю, где тоже свитч, и уже на комнаты распределения провода. У меня 80 мегабит в секунду на прием и 40 на дачу с 3G. При правильно установленном оборудовании все проводной интернет. Компьютер подключен к проводному интернету, как это было всегда. И вреда здесь нет, ну кроме самого излучения монитора. А тут защита есть. Но дело не в этом. Ну что, вы поняли? А в городах, если вы живете, то это слушать противно. Оптиковолокно везде и уже за копейки проводят сейчас в городе в любом. У моих детей, кстати, до 16 лет не было телефонов никаких сотовых. И в компьютеры они не играли, никакие игры даже не знают. Поэтому сейчас уже, например, вот старшая дочь, она в институте. Она использует компьютер, но ноутбук у нее. Только по работе. Естественно, только по проводной связи. И тяги, как некоторые говорят, что вот запрещать будет, это чушь собачья. Человек, ребенок формируется как раз в младенчестве и в подростковом возрасте. И когда ребенок уже переходит во взрослое, что называется, состояние, он уже сформирован. И если поганые привычки и зависимости у него не появились до возраста, когда сформирован характер, личность, отношение к миру, то тогда они уже и не возьмут над ним вверх, потому что у него сформировались ценности, интересы. И это неинтересно. Он этого не знает и не хочет. Потому что в жизни нужно много чего делать важного, нужного, творческого, созидательного. А тратить жизнь впустую на глупости преступно. И те родители-преступники, которые дают маленьким детям в руки телефоны, компьютеры, играй, мол, не ори, не кричи, дай спокойно нам пожить. Это родители-предатели и преступники. По отношению к своим детям и, естественно, к будущим поколениям. Итак, дорогие товарищи, непременно посмотрите. Вот это мое видео, хотя бы последнее по этой теме. Непременно посмотрите. Не поленитесь. Ну, если захотите подробно изучить данную тему, хотите увидеть, услышать все эти доклады и в Совете Федерации, когда эту тему поднимали, и так далее, и так далее, пожалуйста, включая зарубежные данные, все под этим видео по ссылочкам будет. Еще раз хочу подчеркнуть. Если вы захотите приобрести средства индивидуальной и коллективной защиты от поражений, последствий поражений, ВЧ и СВЧ-излучений, то средства защиты нейтроники вы можете напрямую купить у нас на нашем сайте надгард.ру. Переходите по ссылкам, которые будут под этим видео, и приобретайте то, что действительно вам жизненно важно, жизненно необходимо. Лучше не купить чего-то другого, лучше обойтись без чего-то, но на действительно важное и нужное денег жалить просто нельзя и просто глупо. Ну а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Я очень надеюсь, что с этой бедой мы как-то справимся, что мы все-таки не допустим следующий этап развития так называемой цивилизации, то есть электронный концлагерь, электронное рабство мы не допустим. Будем обязательно говорить на эти темы и дальше. Поверьте, что есть люди, которые в этом направлении работают. Но в конечном счете все зависит от большинства, от нас с вами. Не будьте безразличны, следите за данной темой, смотрите мои новые видео. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные новые выпуски. Всего хорошего!